Друзья, привет! С вами снова я, Елена, и у нас с вами сегодня книжный отчёт. Сегодня будут четыре интересные книги, две от Норы Робертс и две «Детектив. Новый уровень». И небольшой спойлер такой, или, как сказать, типа трейлер... Нет, не трейлер, просто новость, что будет в следующем отчёте, и почему я выбрала именно эти книги для отчёта. Начнём с этой книги Нора Робертс «Имитация». Вообще, на самом деле, книга такая немножко странная. Ну, мне показалось, она очень долго, так медленно тянулась, долго читалась как-то, вот, ну, никак сюжет не раскрывался, то есть, было такое монотонное расследование, монотонный ход событий, вот. Но концовка вас удивит. Ну, как бы, что сказать? Детектив, он и в Африке детектив, как бы, ничего нового, ничего сверхъестественного, поскольку... Какой у меня уже третий обзор одного и того же автора, да, Нора Робертс. Ну, Нора Робертс — это Нора Робертс и все её романы, все её детективы, не романы, детективы — это детективы Норы Робертс. Вот. То есть, ну, что сказать? Детектив и детектив. Ну, выделить что-то прям вот особенно потрясающее, что он мне там понравился очень-очень, не могу. Немножко скучноватый, но концовка удивит. Очень удивит. Ну, из серии, что вы подозревали одного, а он оказался невиновен, вроде как был намёк на другого, но он тоже ни при чём, оказалось, что совсем другой человек. Вот. Так что, если вы любите детективы, советую почитать, потому что интересный автор, её подход мне нравится, и, ну, интересный у неё роман. Почему мне хочется сказать романы? Ну, в принципе, детективный роман — это тоже что-то такое. Это же романы, в принципе. Оно же здесь, кстати, и написано, что это роман. Так что всё нормально. Детективный роман. Вот. И, в принципе, её книги мне нравятся. Я хочу дополнить всю коллекцию, добрать до конца. Мне осталось, по-моему, четыре книги. К сожалению, пока в продаже их нету. Вот. Но я надеюсь, появятся. Вот. И дочитать как бы до конца. Вообще, мне нравится её вот этот сюжет про Еву Даллас, детектива. И как-то вот вся эта атмосфера. Вот детектив, её муж, супер-пупер миллиардер. Вот. И, кстати, об этом вторая книга «Благие намерения». Вот этот роман мне понравился безумно. Особенно концовка. Даже не концовка, а где-то от середины до конца. Книга держит вас в напряжении. То есть, до такой степени напряжения, что вы испытываете эмоции всевозможные. И переживания, и страх, и волнение. И концовка здесь, конечно, потрясающая. И я бы хотела отметить, наверное, то, что очень-очень-очень классный, очень обалденный здесь, ну, вообще в её книгах описывается «Герой, муж, главный героинь» Рорк. Да, он потрясающий человек. И, наверное, вот именно таких мужчин нам в жизни, в реальной не хватает. Вот таких вот идеальных, наверное. И чтобы так любили, и чтобы так заботились. В общем, если хотите узнать, каких мужчин нам в жизни не хватает, почитайте именно эту книгу «Благи и намерениям». Очень классная. Меня очень впечатлило. Конечно, по сюжету тоже. То есть, концовка, она неожиданная. И сюжет заверченный, закрученный, прям вот, ну, до нельзя. И очень неожиданно всё происходит. Неожиданный конец. Даже он такой, не то, что неожиданный, он волнительный. Вот. Потому что переживаешь и за главную героиню, и удастся ли решить задачу с преступником, да. Вот. Ну, думаю, что развернуто и раскрыто. В принципе, мне этот автор нравится. Как я уже сказала, доберу полностью её коллекцию, дочитаю. И будет у меня одна из любимых серия её книг на полочке с детективами. Вот. Потому что вполне себе достойные книги. И, кстати, наверное, вот именно в этой книге присутствует, ну, как вот говорят, много откровенных сцен. Есть откровенные сцены, но они вот, даже не знаю как. Надо прочитать, чтобы понять, о чём я говорю. Просто когда мужчина настолько сильно и глубоко любит свою женщину, то сцены эти, они как бы лёгкие. Конечно, если вам нет восемнадцати, я бы, наверное, не советовала такое читать. Но, в принципе, современная молодёжь... Ладно, перейдём дальше. То я могу говорить и говорить, конечно. Мужчины в этих романах, они... Вернее, один мужчина, он, конечно, супер-пупер. Но давайте перейдём к следующей книге. Хочу рассказать вот об этой. Итак, начала я читать эту книгу. Не знаю, вот как-то понравилась обложка, понравилось название. Прочитала я, наверное, где-то половину. И, как обычно, залезаю на YouTube посмотреть, ну, на кого я подписан, да, у кого какие новинки вышли. И смотрю, что у довольно известного блогера, буктюбера, вышел отчёт на эту книгу. Кому интересно, я ссылочку оставлю под видео в описании. Можете поставить моё видео на паузу, посмотреть её отчёт и потом вернуться ко мне. Так вот, увидела я её отчёт, и сразу у меня какое-то такое состояние настороженности. А вдруг она права, и книга не самая лучшая. Не стоит её даже дочитывать. Ну, как так? У меня в характере так, что я не могу бросить книгу на полпути, даже если она мне не нравится, я всё равно её дочитаю. Вот, поэтому решила я всё-таки наперекор тому видео дочитать книгу и составить всё-таки своё мнение об этом. Так вот, я прочла и поняла, что девушка, та, которая делала отчёт, она вообще не поняла, о чём книга. Поэтому, собственно, у неё такой отчёт. Вот, всё-таки, если интересно, почему я так говорю, пройдите, посмотрите, потом вернётесь ко мне. Как бы так объяснить? Даже не знаю, объяснять ли стоит, или просто своё мнение сказать. Почему я считаю, что человек не понял книгу? Потому что, наверное, она никогда не сталкивалась с негативом в жизни, с таким, который описывается в книге. Поэтому, ну, то есть в её жизни никогда ничего такого не происходило. Поэтому сказать, что главная героиня на протяжении всей книги бухала, это проще всего. Вот. На самом деле... Книга гораздо глубже. Я тут себе забыла. Я сделала пометку по этой книге, даже записала её. Вернёмся к моему отзыву. Значит, во-первых, что меня смутило в этой книге? Я склонна считать просто так, что любая книга, которая выпускается в свет, она изначально проходит через руки каких-то редакторов и корректоров, что ли. То есть, очень много ошибок. Опечаток, ошибок каких-то неправильно поставленных оборотов каких-то. Ну, то есть, такая иногда читаешь, и такая чушь написана. Хочется прям вот зачеркнуть ручкой, сверху правильно написать. Вот очень много ошибок. Такое ощущение, что книга вообще не редактировалась. То есть, человек прочёл только первую страницу и последнюю. И всё, и выпустил её в печать. Вот. Потом хотела бы отметить, тоже я себе тут записала, такой немножко кусок книги вам прочту, вырванный из контекста. Просто вы следите за мыслью. Значит, в ночь с четверга... Ну, это как бы даже не кусок книги, а просто мои наблюдения, да, которые я записала. Они описываются немного другими словами, немного по-другому, но они присутствуют в книге. В ночь с четверга на пятницу героине в квартиру вырывается грабитель. В пятницу днём она звонит на работу, объясняет ситуацию, говорит, что на работе не появится. Затем каким-то образом она оказывается на работе. Как она туда добралась? Почему она туда поехала? Автор книги никак не описывает. Там её начальница напоминает ей про командировку. То есть, после обеда в воскресенье, наша главная героиня должна сесть на поезд до парома. Запомните этот момент. Она возвращается домой. То есть, сейчас вечер пятницы. Собирается спать, но не может уснуть. Что-то мерещится, снятся кошмары. Кстати, у главной героини есть кошка. Тоже запомните это. В субботу она встаёт на ни свет ни зая, собирает вещи, пакует чемоданы, готовится к отъезду. Вечером ложится спать, не спится. На ней ночная рубашка, тапочки. Она надевает пальто, берёт сумку, идёт подышать свежим воздухом. Начинается дождь. Она понимает, что промокла, до дома далеко. Идёт на квартиру своего парня. У неё есть ключи, а он в отъезде. Действие происходит с субботы на воскресенье. Ложится у него спать в квартире. Утром он её будет. Они весь день проводят вместе. Вечером у них происходит близость. Утром уже понедельник. Утром они ссорятся. Она уходит. Через пару часов она уже у парома. И по сюжету, как пишет автор, всё ещё воскресенье. И тут у меня куча вопросов возникает. То есть, если вы следили за моей мыслью... Вот я не знаю, если всё-таки интересно будет прочитать эту книгу, потому что я на свои вопросы ответов не нашла. Первое. Как она попала на паром? Второе. Где она взяла свои чемоданы? Третье. Как там кошка? И последний вопрос. Каким образом понедельник стал воскресеньем? Вот. Это, к слову, о редакторах, которые должны читать книгу от корки до корки и корректировать её по смыслу, не только по орфографии, но и по смыслу. В данном случае вообще билиберда просто по сюжету. Но вернёмся, собственно, к главной героине и к сюжету. Я бы сказала, что она не бухает на протяжении всей книги. У неё просто тяжёлый период, она его пытается пережить. Я бы проходила нечто подобное, и могу сказать, что у меня было всё примерно так же. Поэтому сказать, что она бухает, нет. Она просто пытается с этим справиться. А когда происходит преступление, и она одна только знает правду, ей никто не верит, потому что она пьёт. Ну, кстати говоря, концовка вас опять же удивит. Ой, так всё неожиданно закручено. Просто потрясающая книга, потрясающая. Советую. Вот советую прочесть, не только потому что кто-то книгу не понял, или потому что редактор её не прочёл, и я нашла кучу нестыковок. Но ещё потому что интересно описывается вот эта вот проблемная такая ситуация. Ну, как я уже сказала, да, на девушку напал маньяк и грабитель. Не маньяк, грабитель. Вот. И для неё это было тяжёлым таким периодом, моментом в жизни, который потом ей являлся в кошмарах. И вот просто чтобы, ну, как-то, если с вами случалось что-то подобное, да, и вы, мне кажется, лучше поймёте героиню, нежели если в вашей жизни вообще не было никаких негативных моментов, ну, вот вообще идеально вы в сказке живёте, тогда, наверное, не ваш случай, тогда, наверное, для вас героиня будет просто алкоголичкой. Вот, так что, не знаю, вот, мне книга понравилась, и я просто под впечатлением от отчёта известного блогера, да, которая книгу не поняла вообще. Вот, поэтому я с ней не согласна. Книга хорошая, имеет место быть. Вот. И давайте перейдём к последней, прочитанной пока крайней книге, Янтарные цветы. Тоже, кстати, неожиданный такой сюжет, неожиданный поворот. Вообще, название я сначала, когда начала читать, немного не поняла, при чём здесь Янтарные цветы, но в конечном итоге, то есть, где-то вы переступаете одну треть книги, и потом суть названия разворачивается полным, полным спектром. Вот, то есть, уже более понятно, при чём здесь такое название, и вообще, что происходит. Но книга такая, скажем, сюжет здесь не супер-пупер навороченный, он не держит напряжение, то есть, он такой более монотонный. Если помните, тоже из этой серии книга по её следам. Вот примерно то же самое, монотонный такой сюжет, как бы одно перетекает в другое. Единственное, единственное, что у меня вывесило в этой книге, это то, что здесь одна глава происходит в наше время, а уже следующая глава происходит в 1995 году, и так постоянно скачет через главу. Глава наше время, глава 95-й. Глава наше время, глава 95-й. Это очень неудобно. Если помните, тоже мой отчёт по, по-моему, «Все совпадения случайны». По-моему, там тоже была такая же техника написания. Это жутко неудобно для меня, по крайней мере, потому что, когда я читаю, я создаю себе некий сюжет в голове, да, и как фильм, только внутри головы, да, вот по сюжету книги. И, читая каждую, там, следующую главу, ты этот сюжет развиваешь. Когда у тебя глава скачет из одного времени в другое время, да, из прошлого в настоящее, очень сложно вести две линии, да, две линии жизни, и этот сюжет выстраивать в каждой линии свой сюжет, и точно контролировать, что происходит в одном и во втором случае, это очень неудобно. Это вот прям я ненавижу, когда так делают, но так пишут. У меня прям, вот знаете, было, когда про половину книги я прочла, было желание прочитать сначала все главы 95-го года, а потом вернуться к началу и прочесть все главы «Наше время», потому что, ну, невозможно было вот так вот держать сразу две линии, да, сюжета, вот в обоих, в обоих руках, в обеих руках, да, и в одной голове, и контролировать их, и следить за тем, как они развиваются. Короче, очень такая, ну, ненавижу я так, когда пишут, ну, это автор, ну, я не могу с этим ничего поделать. Вот, но концовка неожиданная. Единственное, что могу сказать, наверное, такое раскрытие секрета такого, что человек, которому вы доверяете, очень близкий человек, которому вы очень сильно доверяете, может оказаться совсем не тем, за кого себя выдают. И я, когда дочитала книгу, я была просто в шоке. Просто в шоке. Так что любителям детектива очень советую, вот, эту книгу. Вот, наверное, наверное, вот так закончим. И такой спойлер на будущее, не спойлер, а как это, трейлер, или как назвать, такая рекламка на будущее, что сейчас я приступаю к чтению вот этих двух книг. Эту я уже начала, у меня здесь закладочка. И что я хочу, как бы, какой план? План таков, что, поскольку эти две книги про YouTube, я хочу их в некотором смысле сравнить. Поскольку тут как бы Алена, она позиционирует себя как бьюти-блогер, а с товарищем Соболевым я вообще не знакома. Не знаю, кто это такой, есть ли у него канал, я так подозреваю, что есть, наверное, несколько. Чем он занимается, я не знаю. Вот. И я как бы хочу провести сравнение, поскольку оба они пишут о том, как развить свой канал, о том, как продвинуться, как стать популярным. И вот я бы хотела сравнить эти две книги, насколько каждая из них, да, вообще говорит о сути. Вот. Что дает первая книга, а что дает вторая книга. То есть, какие советы дает. И насколько они уместны, допустим, если вы не бьюти-блогер. То есть, ну вот, я думаю, что понятно. В общем, будет отчет, и все узнаете сами. Конечно, я и в отдельности о каждой книге расскажу, и в сравнении. Вот. Так что, ждите следующего обзора, будет интересно. Не знаю пока, когда он будет, потому что я не просто читаю, я еще делаю выписки и пометки какие-то. Это было спланировано заранее, так что на это уйдет чуть больше времени, чем просто читать. Вот. И я уже, в принципе, начала первую книгу, да, но хочу начать сначала, потому что я сделала ошибку. Я начала ее читать как художественную книгу, но это не художественная книга, поэтому буду перечитывать заранее сначала. и увидимся в следующем отчете, будет интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok